Вам это показать надо, а то не поверите. Вот старое место, а вот новое. Причем даже скважина от старой есть. И это не водопровод-то точно. Почему вкуснее, чем в Верхнеуральске? Просто именно отсюда человек из Германской империи делал пиво для Российской империи. А дело-то было еще и в прошлом веке, естественно. 1905 год. Технология немножко поменялась. Больше электричества однозначно. Тогда котлы на дровах варили пиво. Сегодня четко настроенные электрические пивоварни держат качество. Так же, как охлажденные дрожжи ждут своей части вываренного солода. А уж затем, через дни и не один выпускают лучшие сорта всемирных брендов от качества. А уж потом вы это пиво пьете в лучших пивных точках. Интересная штука, да, у нас весна. То ходим в трусах, то одеваемся. Это наша весна. Но вы думаете, что такой весны нет в других местах? И вы будете не совсем правы. Потому что я в свое время был... И другая погода была. И мне говорили, что 17 градусов это хорошо. Но мы приехали в Германию, а там все было совсем нехорошо. Там был жесткий промозглый ветер и погода с продувающими ветрами, которая потом поменялась еще и засыпала. И это дело-то было в 2008 году. Это клево-то было, да? Сегодня и сейчас мы... Тема немножко другая у нас. У нас будет честность и открытость. Честность и открытость верхнеуральского пива. А честность и открытость верхнеуральского пива, где вы все это делаете? Можете увидеть, но, естественно, в YouTube. Я все это вам четко показываю. И в скором времени уже на своей настоящей машине, которую мне сделали, я поеду, естественно, туда. Это будет следующий сюжет. Честность и открытость. И вот возникает немножко другая возможность типа на вас деньги заработать. Какая типа возможность на вас деньги заработать? Это стандартные примочки. Ну, бывают такие стандартные примочки. И где люди вам продают один сорт пива. Ну, допустим, это есть такая штука весьма интересная, да? И там этих бочков, в которых оно варится, они, во-первых, огромные, во-вторых, я не очень сильно подозреваю и не думаю, что так оно и получается в нашей жизни. Потому что качественное и открытое пиво это то, которое работает, и оно хранится всего 7 дней при нормальной комнатной погоде. Честно, я вам скажу, это было немножко по-другому. Температура должна быть, естественно, дома. Нормальная, теплая. Потому что 17 градусов замерзать дома, это я вот сейчас замерзаю. Когда на улице 0 градусов практически. И мне приходится укрываться. У нас батарею-то включили уже, естественно. Тремя одеялами. Крёво, я полностью переоделся по самой... Да, это нормальное явление. Это мы так любим. Это наша жизнь такая. Но всё-таки, возвращаясь к тому, что у меня было. У меня был свой ресторан, естественно, Советский Союз. Я никогда много пива не брал. Потому что этого не нужно было сделать. У меня не было холодильника. Сегодня и сейчас здесь есть холодильники. И поэтому температура, при которой это пиво может прожить в течение, ну, примерно месяца, это 3, о, 4 градуса. 4 градуса. Вот они немножко остужают его. Естественно, при снижении температуры скорость химической реакции, естественно, уменьшается. Но, с другой стороны, здесь, по-моему, никогда такого не бывает, что у пива оставалось. Уже не бывает. То есть, уже люди смотрят, уже люди понимают, уже приходят сюда и покупают то, что нужно. То, что нужно, оно вам открывает ещё и свои характеристики в том, что мы, когда говорим о количестве пива, это пиво не одно, а их 6 или 8 сортов. И вы всегда можете всё это дело поменять. К слову о том, что однозначно я бы вам рекомендовал всё это дело немножко поменять. Потому что у всех сортов, все сорта абсолютно разные. Так оно и есть. Не верите. Так вот, поверьте. Попробуйте одно, потом поменяйте на другое, потом на третье, потом на четвёртое, потом на пятое, потом на шестое, потом на седьмое, потом на восьмое. И вы поймёте, что всё немножко имеет разный вкус. Естественно, если топилово пшеничное, это пшеничный вкус. Если топилово из-за разряда ячменного, то тоже свой определённый вкус. И всё остальное имеет свои вкусовые ощущения. И давайте всё-таки определимся, почему я пишу, что это самый топ в мировой пивной индустрии. Да, конечно, мы не будем говорить про уровень конторы под названием «На берегу», которая находится в Самаре. Но там один сорт пива делается. Ну, может быть, два. А здесь шесть сортов. И именно поэтому мы говорим о том, что эта лучшая пивоварня становится одной из самых лучших в мире. Мы же сейчас о Славе говорим, да? Вы это не помните, к сожалению. И молодое поколение не помнит вообще, что было в Советском Союзе. А это, кстати, очень-очень даже было зря. Потому что если бы вы были в Советском Союзе, получили высшее образование, через два года вы устроились бы на работу, вам бы квартира была бы бесплатной. Без высшего образования, ну, там да, там немножко надо было поработать лет 10, чтобы вы могли квартиру получить. А высшее образование – это всё нормально. А если ещё и в партии, это вы сразу получаете удовольствие на всю свою оставшуюся жизнь. Забыли. Плохо было. Вы забыли о том, что у нас кредиты были бесплатные, кассу взаимопомощи. Да такие вещи были, естественно. Мама купила свою машину, используя кассу взаимопомощи, и бесплатно отдала все эти деньги. Это была копеечка. Хорошая такая девочка. К слову о том, что в Советском Союзе перед Горбачёвым не было очередей. Вообще не было очередей. Да-да-да. Не слышали Азаря, кстати. Вас сейчас начинают втирать, что в 90-е годы там очереди были. В 90-е годы я был. И мы вас кормили качественным пивом. Да. А вот такие машины и не ездили. Вот она новая машина взяла X-Ray, да, представляете? А капот уже потрескавшийся. О чём мы будем говорить? О том, что даже новые машины перекрашиваются. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая у нас сегодня жизнь. Но когда то пиво, то было, маленький нюанс. Я-то знаю, о чём была жизнеутверждающая сущность отечественного бытия. Лучшее пиво было всегда Верхнеуральское. И вы что думаете? Что в Самаре нету пивных заводов разных? Очень много в Самаре пивных заводов. Но самый лучший на дне. И вы думаете, что в Верхнеуральске нет пивных заводов? Есть. Но самый лучший всё-таки это наш замечательный Бартберг. Ну, это не Бартберг. Это на том же самом месте, где в своё время располагалась самая крупнейшая в то время пивоварня. А другие тоже присутствуют. И тоже вам буду говорить, что всё хорошо, вкусно и качественно. Но мой вам дивный совет, вы так и не поняли, о чём идёт речь, да? Возьмите пиво любое и пиво Верхнеуральское. Налейте просто в определённый стакан воды. Ну, несколько стаканов воды. И поставьте его ровно на 7 дней на солнечный, ну, вообще в тепле. Ну, хотя бы температура, чтобы 25 градусов было. И что потом получится? Естественно, качественное пиво, сваренное с умом и с мозгами, оно будет уже прокисшее. А всё остальное будет так же стоять. Только всё остальное – это не пиво. Это краситель и спирт. Я не знаю, вам это нужно. Мне нет. Я тут много раз появляюсь, да? И много раз читаю то, что находится за моей спиной. За моей спиной находится история Верхневарвского, Верхнеуральского пивоварения. А почему здесь нет истории пивоварения Станицы Магнитной? Ну, почему? Ну, не было тогда Станицы Магнитного пива, никакого. Естественно, возилась она с Верхнеуральска. К слову, наверное, может быть через некоторое время после 1905 года, 1905 год. Это если вы сильно-сильно захотите посмотреть, вы сможете туда проехать. А проезд достаточно простой. Едете в Верхнеуральск и поворот на Степной через мост, через реку Урал. Проезжайте где-то метров, наверное, от 150, ну, примерно, меньше, чем километр. Ну, примерно, не помню, сколько. И будет такая штука вот налево. Там, конечно, дорога не... ну, стандартная наша дорога. Что же мы будем говорить? Это же мне только кажется, что все у нас пока красиво и ровно. Ну, пока еще все далеко не красиво и ровно. К слову, все-таки далеко не красиво и ровно не только в Российской Федерации, естественно. И спокойненько вы выезжаете и смотрите этот замечательный старый пивной завод. Он как раз располагается в том же месте, где находится новый пивной завод. Только старый пивной завод в Верхнеуральске разбомбили за 5 лет полностью, лохмотья, лохмотья. То есть там было очень хорошо и сделано красиво. И с определенного количества времени, не так давно это дело было, его весь полностью растащили по самые краевые помидоры. Но основное здание более или менее чуть-чуть осталось, и это была дата в 1905 году. В 1905 году тот самый немец, который все это дело освоил, отдал все это дело своим дочерям, и они это дело сделали и там. И по сути событий в Верхнеуральске было очень много пивных заводов, ну, примерно 4 или 5, не помню. Но самый топовый был именно на том, в самом месте. А остальные брали воду, ну, наверное, где-то брали воду. То же самое мы сейчас ничего не будем говорить. Мне тут один товарищ решил сказать, что это пиво нехорошее. И сказал, что может быть другое пиво, хорошее, которое сделано там же, я же не знаю. То есть, как бы вам сказать. Может быть, у человека возникают проблемы из разряда, он сильно-сильно хочет постоянно дефекализироваться. Так, у нас есть такое же пиво, у которого сразу идет дефекализация. Ничего не буду говорить. Или человек хочет, чтобы у него постоянно был бы дебильный синдром опухшенности от функционирования алкоголя с димедролом. Да вперед из песни, ребятки! Я вам сейчас просто показываю то, что вы сможете использовать, если вы не будете пить качество. Потому что качество – это только Верхний Уральск. Почему качество – это Верхний Уральск? Потому что так и сказали. Мы не будем делать ничего другого. Мы вам будем давать не один сорт, а шесть или восемь сортов пива. И вы будете его пить. И вы знаете, люди, которые приходят, я ничего не буду говорить. Только-только-только. Начал снимать, человек прямо вышел передо мной. Только-только там закончил снимать. За мной человек зашел. То есть, это нормальные люди сюда заходят, берут качественное пиво. Причем, давайте все-таки определимся. Даже невзирая на приподнятие курса доллара в некоторых событийностях то. Здесь продается то, сделанное из не наших сортов солды, естественно. Ценники абсолютно нормальные. Абсолютно нормальные ценники. Просто разделите все это дело. И поймите, что это единственное то место, которое вам дает качество. К слову о качестве. Давайте все-таки вернемся на круги своя. При Советском Союзе пивных заводов было очень много. Любой город с населением свыше пяти, ну, десять тысяч человек, это вот там должна была становиться и пивоварня. И в свое время разливалось очень качественное, свеженькое венцо. И то, и другое никогда не уводили вас в состояние ступора. Нет, такого не было в природе своей. Никогда этого не было. Человек просто получал большее удовольствие от того, что спокойненько мог выпить либо вино, либо пиво. Но с вином у нас был дебил под названием Горбосрак. Горбосрак договорился с чумодунцками, пендосовскими, мерзопакостными чумбаками. Ну, типа, о снятии, допустим, вооруженных сил и ядерных вооруженных сил. Он это сделал. Потом все это дело развалилось по самые крылья и помидоры, но он еще и развалил весь Советский Союз. Так это он сделал, а не мы это сделали. Возможно, все это дело вернется. Но сегодня, сейчас нам сказали, приподнимаются ценники на что? На западную винную продукцию. Ну, и на нашу тоже, естественно. То есть, я не знаю, о чем идет речь. Мне это все сильно-сильно не нравится. Я хочу, чтобы... А во, 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 сейчас вам будет жесть. Сели все на стульчики, да? Или тот, кто смотрит телевизор, или тот, кто смотрит компьютер. Раз, но все-таки я работаю по Ютьюбу. Так вот, оптовая цена свинины, да-да-да, это всего 110 рублей. Когда вам втирают за 350, вы должны понимать, кто вас имеет. А оптовая цена говядины, это 200 рублей. Когда вам втирают за 500 рублей, ну, сами думайте, кто вас имеет по самые кривые. О-хо-хо! И тут у нас есть... О-хо-хо! Вау! 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 Вы не в курсе события? Зря, кстати. Почему, интересно, с Беларуси к нам никто не едет? Почему? Потому что там все дело ограничено 18% наценками. Раз. И сроком продукции, которая у вас должна храниться. Так, срок хранения продукции в тамошних магазинах не более 7 суток. И там все стало вообще красиво и ровно. Красиво и ровно. Да-да-да, красиво и ровно. Красиво и ровно. Вот, наверное, такого нам надо было главу правительства, чтобы так все было красиво и ровно. И красиво и ровно необходимо совершить очень хорошую тему. Вернуть на круги своя доллара. Что-то всех напрягать начало на нечестности, да ведь так? Понимаешь, а как бы сказать, пиво в любом месте нашей советской истории, в город с населением 10 тысяч человек, для него было в каждом месте было пиво. То есть Верхневральске было пиво, потом Белорецкое было пиво. Не торопись, да. Вот, просто, а у нас тоже в Магнитогорске было пиво. То есть к нам изредка заводили с Белорецкое пиво. И иногда заводили Верхневральское пиво. Так вот, когда Верхневральское пиво завозилось, оно сразу в лед разметалось везде все, сразу в лед. Мы с пакетиками ходили. Там такой кошмар был, блин. А наше пиво, ну, оно так себе, знаешь, ну, это жизнь, что ты хочешь. На сегодняшний день, в свое время, было вот это, это самый лучший вариант, тут даже вопрос. Да, 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 вот мы сейчас тоже говорим, мне просто люди не хотят, ну, это нормальное явление, что ж, не каждый же будет так красоваться по ютубу, как это делает дядя Леша Челейкин, то есть я. Но, тем не менее, тем не менее, люди приходят. К слову о том, что в оконцовке сюжета, когда будет последний стендапчик, вы так внимательно, внимательно посмотрите, что я там сделал бы. Ну, и сделаю, естественно. То есть люди сюда ходят, люди понимают, люди верят в качество, люди понимают удовольствие, людям знают, и им это нравится. Я сейчас только переговорил со своим отдельным товарищем, с которым я общался раньше. А вы не в курсе вы? Да нет, нет, я был в Китае, естественно. Потому что, если бы я не был в Китае, я бы уже был бы вам махал с того света. Но вы бы это дело не видели, потому что только могут видеть детишки до трех лет, они еще ангела видят. А остальные-то уже как бы про это дело забыли в природе своей. И если бы я в Китай не поехал, ни укусы пчел бы мне не поставили, и все, приплыли бы. Ну, укусы пчел это было хорошо, но гораздо дальнейший был вариант. Ну, просто я переговорил с этим товарищем из Китая. Он понимает, что это крутизна. А когда я был в Китае, а я был именно в Пекине, я там очень многому чему удивился. Я видел, как два китайских замечательных человечка запивали девятку водкой. И у них было все в порядке, я имею в виду. Девятка, ну, такая крепкая, настойная. На спирту практически алкогольное производство. Они тут все делали, запивали. Сейчас не буду говорить, что передо мной творится, но передо мной творится качество. Передо мной творится качество, потому что люди видят. Людям это нравится. Люди не знают и не хотят знать ничего другого. Мы вернулись на круги свои. Огромное спасибо человеку, который это дело сделал. Потому что это всем нравится. Нравится удовольствие, нравится безупречность. Нравится то, что они завтречка спокойненько. Сегодня, как бы вам сказать, ну, в тихушку. Переговорив с некоторыми, о нем балда немножко другая. Не то, что вот эта демидрольная алкогольная чмошность. Ну, там народ, есть такое понятие, как водку перепил. Ну, вчера видел одного человека, ну, серьезно, он что-то так переусердствовал. А когда они это пиво упивают, у них утречком все в порядке. Они утречком спокойненько садятся за руль. Спокойно. Много не надо. Я еще раз говорю. Много не надо. Вам полтора литра хватит. Более чем. Это для мужика. А женщины и литры. Тема красивая, тема ровная, тема интересная. Тема, где у нас находится. Комсомольская, 25. Это замечательный самый пивной бар, в котором вы по оптовой цене, ну, здесь одна единственная оптовая цена, всякая цена, единственная. Спокойненько можете купить качественное пиво и прийти спокойненько домой. Либо здесь посидеть, либо дома. Удовольствие просто изумительное. Уж поверьте мне. А, сейчас ты бери даже, она потом скажет, ох, ни хрена себе нарисовался здесь. Вопрос явный и вполне очевидный. Вам качество этого пива нравится? Очень нравится. То есть будем говорить, что лучшего пива уже и нету, да? Ну, я говорю, вот на втором месте это хаггеревское пиво. Вот сюда я всегда, мне вот это в первую очередь. Ну, давайте еще разочек. На пассажочек. Покажите, как это вкусно. Это очень вкусно. Однозначно. И хочу передать большой привет своей супруге. Ну, я ее очень люблю. Мы уже давно живем, будет у нас уже 27 лет будет. Совместный. Я ее очень люблю. Хотя она сейчас не знает, то, что я здесь. Ну, пускай знает, да, что ты никуда не прыгаешь, да, что ты самый лучший качественный пиво ровно здесь. Конечно, погода бывает у нас разная. Бывает и холод. Очень редко бывает жевать. Ну, это наша жизнь. Но в любом другом месте мы вам показываем то, с кем вы можете получить. Не то, что качество, не то, что удовольствие. Наверное, все-таки это немножко расслабление, освобождение своих мыслей от дивной ситуации под названием ипотека и кредит. Да, да, да. Нет, ничего я не... Или я все-таки про вас говорю, да? Ипотека, кредит, все остальное, да? Это вас давит, насилует, уничтожает всю вашу жизнь, потому что вы пытаетесь работать и не получив никакого удовольствия рано или поздно в наш период времени, когда мы уходим на пенсию. На тот свет. Вот. И все. Или все-таки немножко сделаем чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть по-другому. С открытостью, честностью и качеством. Да, да, да. Это можно сделать. Главное просто рано или поздно понять, что если у тебя есть ребеночек, как бы вам сказать, мы как дети нас просто отправили после 18 лет и мы дальше сами развились. Понимаете, о чем я говорю? Я лично купил свою квартиру. Сергей Базан купил свою квартиру. Виталику Коркину нам по наследству досталось. Радион Сагдеев купил свою квартиру. Все мы потихонечку научились это делать своей головой, своими мозгами. Не надо думать, что наши дети, мы должны им все дать. Мы им дали жизнь умную. А дальше? А дальше не пускай своей головой думают. А мы уже, извините, конечно, я не буду думать, что большое количество людей у нас доживет до пенсии. У меня уже некоторое количество человек из виде инженеров даже до полтинника не дотянулось. Да и как бы на мне местная мерзость поставила крест в 39 лет. В оконцовке 39-летнего возраста. Но благодаря Господу я живу и благодаря Господу я с вами делюсь абсолютно бесплатно, как вы можете жить спокойно и ровно. Вы можете жить спокойно и ровно. И давайте все-таки определившись с тем, как мы живем. Если вы будете употреблять в небольших количествах алкоголь, ну, примерно 75 грамм спирта в день, ну, а женщины могут 50 грамм спирта в день, это никаких проблем не возникает. Тем более, когда вы все это дело берете и вы можете спокойненько вечерочком засандалить в мужичка качественное пиво, вернее, уральской пивной компании. А для девушки своей литровочку. И, если честно, то нам с вами, мне, вам и всем остальным, для того, чтобы лицо свое сохранить, да-да-да-да-да, необходимо большое количество воды топить. Если в оконцовке сюжет это будет качественное пиво, почему нет? Ну, почему нет? Вот так мы вам и предлагаем именно качественное пиво. Вкусное. Изумительное.